Николай Гаврилович Чернышевский Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым. Ответ на вопрос. Непосредственное знакомство Николая Гавриловича Чернышевского 1828-1889 годы с Тургеневым относится ко времени появления молодого писателя в редакции «Современника», то есть после 1853-1854 годов. Отношения Чернышевского к Тургеневу в разные периоды складывались по-разному, но в основном они определялись характером общественно-политической борьбы в России. До конца 50-х годов можно говорить о взаимном расположении, которое существовало между идеологом революционной демократии и автором записок «Охотника», сотрудником «Современника». Чернышевский ценит в Тургеневе первоклассного художника, благородного писателя школы Белинского и Гоголя, который оказал заметное очищающее влияние к духовную жизнь передовой русской интеллигенции. Во время пребывания за границей больного Некрасовым Чернышевский возлагает на Тургенева большие надежды, как на одного из самых крупных и влиятельных литераторов, близких к редакции журнала. Литературно-критическую деятельность Чернышевского Тургенев ставил достаточно высоко. Несмотря на несколько субъективную реакцию, вызванную знаменитой диссертацией Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» 1855 год, в отдельных тезисах, которые Тургенев усмотрел якобы принижение роли искусства, он восторженно принимает очерки Гоголевского периода русской литературы. В их создателе, воскресившем имя Белинского, он видит выдающегося критика своего времени, который более всех понимает, что именно нужно, чутко улавливает потребности действительной современной жизни. В 1856 году Тургенев выражает желание сблизиться с Чернышевским более чем до сих пор. Тургенев письма, том 3, страница 21. Но с наступлением революционной ситуации 1859-60 годов, приведшей к резкому размежеванию общественных сил, происходит и неизбежный раскол в среде современника. Спор о роли людей 40-х годов в современном освободительном движении, о преемственности поколений, различные отношения к готовящейся крестьянской реформе предопределили разрыв Тургенева с кругом современника Добролюбовым, Чернышевским, Некрасовым. Воспоминания Чернышевского создавались почти через 30 лет после описываемых событий. Это обстоятельство, безусловно, сказалось на содержании характери мемуаров, интерпретации конфликта, в самом эпически спокойном тоне повествования, хотя вместе с тем ясно ощущается, что воспоминания написаны с позиций революционера-демократа, соратника и преданнейшего друга Добролюбова. Главное внимание Чернышевский сосредоточивает на причинах конфликта между Тургеневым и Добролюбовым, на истоках своего рода несовместимости их общественно-политических темпераментов. Именно в Добролюбове Чернышевский видел самое полное, самое цельное выражение качеств революционера-демократа. Восстанавливая основные этапы идейной борьбы, пытаясь объяснить суть конфликта Тургенева с кругом «Современника», главным образом с Добролюбовым и Некрасовым, Чернышевский не случайно останавливается на творческой истории романа «Рудин», одного из самых живых литературных явлений современности. В воспоминаниях Чернышевского сквозит мысль о том, что истоки многократных авторских переделок романа заключены в самой русской жизни. Статья «Габель. Творческая история романа. Рудин». В накаленной атмосфере полемики конца 50-х, начала 60-х годов Тургенев пишет новую концовку эпилога Рудина. Герой романа «Лишний человек» погибает на революционных баррикадах, таким образом протягиваются нити от поколения 40-х годов к 60-никам. Чернышевский категорически не принял новой концовки эпилога Рудина. Герой Тургеневского романа, наделенный автором некоторыми психологическими чертами Бакунина, был истолкован как «злая карикатура на революционера», в ту пору заточенного в Шлиссельбургскую крепость. Эту мысль критик высказал в рецензии на книгу «Готтерна. Собрание чудес». Выступление Чернышевского, о котором он вскользь упоминает в своих мемуарах, стало кульминацией конфликта Тургенева с редакцией «Современника». По воспоминаниям Чернышевского, а также Панаевой, Добролюбов и Тургенев не находили общего языка. «Плохие союзники – не союзники». Эти слова Добролюбова, обращенные к Тургеневу, приводит Чернышевский в своих мемуарах. Если в Рудине узнавали карикатуру на Бакунина, то Базаров воспринимался в среде «современника» как некий пасквиль на Добролюбовом. То есть демократическая критика в момент революционной ситуации пристрастно видела в тургеневских героях намеренное искажение образов революционеров, иными словами, выступление писателя против революции. Сам же Тургенев всячески отрицал такое истолкование образа Базарова. Статья по поводу отцов и детей. Напротив, сильные стороны характера тургеневского героя напоминали Добролюбовым. Комментарий Батюта в третьем томе «Собрание сочинений» Ивана Сергеевича Тургенева в 12 томах «Москва», 1979 год. Другая тема воспоминаний – разрыв Тургенева с Некрасовым. Чернышевский весьма лаконично, скупо излагает историю конфликта, ссылаясь на обычную сдержанность Некрасова, который не любил говорить о ссоре. И все же Чернышевский в своих объяснениях причин разрыва близок к истине. Его воспоминания подтверждают то, что известно нам из переписки Некрасова и свидетельств других мемуаристов. Несмотря на свою глубокую привязанность к Тургеневу, чрезвычайно высоко ценя его талант, ум, образованность, Некрасов в идейной борьбе своего времени полностью встал на сторону Добролюбова. Чернышевский прав и тогда, когда утверждает, что идейные принципиальные разногласия между редактором «Современника» и Тургеневым были отягощены множеством других субъективных и частных причин. Обязательное соглашение, заключенное Некрасовым с Тургеневым, Львом Николаевичем Толстым, Григоровичем и Островским, которое предполагало сотрудничество названных писателей только в «Современнике», стесняло Тургенева, а затем и Некрасова. Денежные взаимные недоразумения также огорчали и раздражали обоих друзей. Неприятная история с Огаревским наследством, бросившая тень на Некрасова и поссорившая его с Герценом, в свою очередь, повлияла на отношения с Тургеневым. Такова, собственно, мемуарная часть воспоминаний. Но воспоминания Чернышевского представляют, пожалуй, не меньший интерес в другом, историческом аспекте. Некоторые резкие приговоры, сделанные Чернышевским в 60-е годы, в момент схватки в 80-х годах, когда были написаны воспоминания, подверглись пересмотру. Чернышевский уже не склонен видеть в Рудине карикатуру Набакунина, а в Базарове стремление очернить Добролюбова. Особого внимания заслуживает принципиально иное отношение Чернышевского к эпилогу Рудина, свидетельствующее об изменившемся взгляде революционной демократии на историческую роль людей 40-х годов. Со временем прошла и у Тургенева острота непримиримости пристрастных суждений и приговоров. Уже в 1862 году, узнав о приостановке современника, Тургенев пишет Анненкову «Мое старое литературное сердце дрогнуло, когда я прочел о прекращении современника». Тургенев, письма, том 5, страница 25. В литературных и житейских воспоминаниях, в статье по поводу отцов и детей, Тургенев называет Добролюбова выразителем общественного мнения, а его статью о накануне, исполненную самых горячих, самых незаслуженных похвал в свой адрес, 1869 год. В начале 70-х годов Тургенев, несмотря на скептическое отношение к роману Чернышевского, пытается, правда, безуспешно, опубликовать в Париже перевод «Что делать». Тверетинов. Об объявлении приговора Чернышевскому. Санкт-Петербург, 1906 год, страница 88. Воспоминания Чернышевского были продиктованы им сыну в качестве приложения к письмам Пыпиным от 21 января 1884 года. Судя по сопроводительному замечанию, сделанному автором «понятно, эти воспоминания вовсе не для печати», Чернышевский рассматривал их только как материал для будущей работы Пыпина. Впервые полностью опубликовано в журнале «Литература и марксизм», 1928 год, номер 4. «Рукопись с поправками Чернышевского хранится в Цгале». Текст печатается по изданию «Николай Гаврилович Чернышевский. Полное собрание сочинений. Том 1. Москва. 1939 год. С проверкой по рукописи». О том, каковы были отношения Добролюбова к Тургеневу в первое время их знакомства, я не умею припомнить ничего положительного. Они должны были встречаться довольно часто у Некрасова. Вероятно, и мне случалось довольно нередко видеть их вместе у него, но никаких определенных воспоминаний поэтому у меня не осталось. Без сомнения, Добролюбову и мне случалось и говорить что-нибудь о Тургеневе в наших частых долгих разговорах вдвоем. Одним из главных предметов их были дела современника, а Тургенев печатал тогда свои произведения еще в нем. Едва ли возможно было нам не касаться того романа или рассказа Тургенева, корректуру которого в дни разговоров приходилось читать мне или Добролюбову. Чернышевский не раз читал корректуры произведений Тургенева, печатавшихся в «Современнике». В частности, он держал корректуру повести «Ася». Но, вероятно, в тогдашних разговорах наших о Тургеневе не было ничего особенно интересного Добролюбову, иначе они лучше сохранились бы в моей памяти, потому что мне приводилось бы и самому оживляться интересом к тому, что я говорил Добролюбову или слышал от него. По всей вероятности, Добролюбов в это время своего личного знакомства с Тургеневым думал о нем как о человеке, точно так же, как Некрасов. Это хороший человек. Вероятно, талантливость и добродушие Тургенева заставляли и Добролюбова, как Некрасова и меня, закрывать глаза на те особенности его качеств, которые не могли быть симпатичны Добролюбову или мне. Тургенев действительно был добродушен и в особенности всегда был рад оказывать любезную внимательность начинающим писателям. В начале моей журнальной деятельности испытывал это и я. И тогда, и впоследствии я постоянно видывал, что он таков же и со всеми другими начинающими писателями. Без сомнений, он был очень любезен и с Добролюбовым. Но об этом я говорю лишь по соображению, а не по воспоминаниям. Отношения между Добролюбовым и Тургеневым приняли совершенно иной характер, когда Добролюбов поселился в квартире, примыкавшей к квартире Панаева и Некрасова, и, обедая у них, стал проводить значительную часть своего времени отдыха у Некрасова. Это началось, вероятно, в 1857 году. Особенно часто Тургенев встречался с Добролюбовым с конца 1858 года по апрель 1860-го. В мае 1960-го больной Добролюбов выехал за границу и больше, по всей вероятности, с Тургеневым не виделся. Вообще он проводил в комнатах Некрасова очень много времени, утром почти каждый день и вечером часто. Тут они вместе читали рукописи, просматривали корректуры, говорили о делах журнала, так что довольно большую долю своей работы по редежированию журнала Добролюбов исполнял в комнатах Некрасова. Тургенев до своей ссоры с Некрасовым, когда жил в Петербурге, заезжал к Некрасову утром каждый день без исключения и проводил у него все время до поры, когда отправлялся делать свои великосветские визиты. С визитов обыкновенно возвращался опять к Некрасову, уезжал и опять приезжал к нему, очень часто оставался у Некрасова до обеда и обедал вместе с ним. В этих случаях просиживал у Некрасова после обеда до той поры, когда отправлялся в театр, или, если не ехал в театр, просиживал до поздней поры отправляться на великосветские вечера. Каждый раз, когда заезжал к Некрасову, он оставался тут все время, какое имел свободным от своих разъездов по аристократическим знакомым. Положительно, он жил больше у Некрасова, чем у себя дома. Таким образом, Тургеневу и Добролюбову приходилось бывать вместе у Некрасова много времени каждый день. Как держал себя Добролюбов относительно Некрасова в первое время после своего переселения к Некрасову, я не умею теперь припомнить и, вероятно, не замечал и не слышал тогда. Сам я этим не интересовался, а Добролюбов, вероятно, не находил надобности говорить со мной об этом. Он не имел охоты быть экспансивным со мною относительно вещей неважных, да и некогда нам было толковать о том, что не представлялось занимательным ни ему, ни мне. Итак, человек ненаблюдательный я очень долго или не замечал ничего особенного в отношениях Добролюбова к Тургеневу, или, если, может быть, иной раз и замечал, чего, впрочем, не полагаю, то оставлял без внимания эти, во всяком случае, маловажные для меня впечатления. Сколько времени длилось это, не умею определить годами и месяцами. Но помню, что когда Добролюбов писал свой разбор романа Тургенева накануне, и я читал эту статью в корректуре, у меня не было никаких мыслей о чем-нибудь особенном в отношении между Добролюбовым и Тургеневым. Я полагал, что они такие же, как между Тургеневым и мной. Горячей симпатии нет, но есть довольно хорошее взаимное расположение знакомых, не имеющих желания сближаться, чуждых, однако же, и всякому желанию расходиться между собою. Через несколько времени после того, как вышла книжка современника со статьей Добролюбова накануне, я, разговаривая с Тургеневым, у Некрасова, я с ним виделся в то время почти только у Некрасова, слышал от моего собеседника какие-то суждения о Добролюбове, звучащие, казалось мне, чем-то враждебным. Тон был мягкий, как вообще у Тургенева, но сквозь комплиментов Добролюбову, которыми всегда пересыпал Тургенев свои разговоры со мной о нем, звучало, думалось мне, какое-то озлобление против него. Когда через несколько минут или через час, через два, остался я один с Некрасовым, не помню, ушли ли мы с ним в другую комнату говорить о делах, или уехал Тургенев, я, окончив разговор с Некрасовым о том, что было важнее для меня, и, вероятно, для него, о каких-то текущих делах по журналу, спросил его, что такое, значит, показавшийся мне раздраженным тон рассуждений Тургенева о Добролюбове. Некрасов добродушно рассмеялся, удивленный моим вопросом, да неужели же вы ничего не видели до сих пор? Тургенев ненавидит Добролюбова. Некрасов стал рассказывать мне о причинах этой ненависти. Их две, — говорил он мне. Главное было давнишнее и имело своеобразный характер такого рода, что я со смехом признал ожесточение Тургенева совершенно справедливым. Дело в том, что давным-давно когда-то Добролюбов сказал Тургеневу, который надоедал ему своими то нежными, то умными разговорами, «Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами, и перестанем говорить». Встал и перешел на другую сторону комнаты. Тургенев после этого упорно продолжал заводить разговоры с Добролюбовым каждый раз, когда встречался с ним у Некрасова, то есть каждый день, а иногда и не раз в день. Но Добролюбов неизменно уходил от него или на другой конец комнаты, или в другую комнату. После множества таких случаев Тургенев отстал, наконец, от заискивания задушевных бесед с Добролюбовым, и они обменивались только обыкновенными словами встреч и прощаний. Или если Добролюбов разговаривал с другими, и Тургенев подсаживался к этой группе, то со стороны Тургенева бывали попытки сделать своим собеседником Добролюбова, но Добролюбов давал на его длинные речи односложные ответы и при первой возможности отходил в сторону. Понятно, что Тургенев не мог недосадовать на такое обращение с ним, но, вероятно, он умел бы и дольше скрывать от меня свое неудовольствие на Добролюбова, если бы оно не усилилось в последние дни до положительной ненависти по поводу статьи Добролюбова о его романе накануне. Тургенев нашел эту статью Добролюбова обидной для себя. Добролюбов третирует его как писателя без таланта, какой был бы надобен для разработки темы романа и без ясного понимания вещей. Скорее всего, разговор с Тургеневым и Некрасовым, о котором вспоминает Чернышевский, происходил до появления в печати статьи Добролюбова о накануне, ибо резкий протест Тургенева был вызван наиболее полным первоначальным ее вариантом. Чернышевский был, конечно, хорошо информирован о всех обстоятельствах публикации этой статьи, крайне обостривших конфликт Тургенева с редакцией «Современника». Я сказал Некрасову, что просматривал статью и не заметил в ней ничего такого. Некрасов отвечал, что если так, то я читал статью без внимания. При этих его словах я сообразил, что действительно просматривал ее торопливо, пропуская строки и целые десятки строк, и целые столбцы корректуры. Дело в том, что я вообще уж давно перестал читать статьи Добролюбова и просматривал иной раз кое-что в какой-нибудь из них лишь по какому-нибудь особенному обстоятельству. Чернышевский в своих статьях и письмах часто говорил о полном доверии ко всему, что пишет Добролюбов, считая его высшим непогрешимым авторитетом. Статей его я никогда не читал, я всегда только говорил Некрасову, все, что он написал, правда, и толковать об этом нечего. Чернышевский, том 15, страница 139. Обыкновенно этим обстоятельством бывало желание Добролюбова, чтоб я взглянул, не делал ли он какой ошибки, излагая мысли о предмете мало ему знакомом. Так было и тут. Добролюбову приходилось говорить о положении Болгарии, о чувствах болгарских патриотов, о том, до какой степени возможно находить их желания сбыточными. Ему казалось, что эти вещи знакомее мне, чем ему, и он просил меня просмотреть относящиеся к ним места его статьи. Я и искал глазами в статье только этих мест, пропуская все остальное нечитанным. Просмотрев их, я сказал Добролюбову, что не нашел в них никаких ошибок. Услышав от меня, что и в самом деле так, я читал статью Добролюбова действительно торопливо, Некрасов сказал мне, что Тургенев действительно прав, рассердившись на эту статью. Она очень обидна для самолюбия автора, ожидавшего, что будет читать безусловный панигирик своему роману. Что обидного Тургеневу в этом разборе его романа, я и теперь не знаю сколько-нибудь положительным образом. Издавая собрание сочинений Добролюбова, я, разумеется, сличал и эту статью, как была напечатана она в «Современнике» с рукописью Добролюбова. В типографию посылались для набора вырезки из «Современника» или те корректуры, которые уцелели. Перечитывал статью во второй раз в корректуре нового набора. Речь идет о корректуре третьего тома собрания сочинений Добролюбова, 1862 год, куда входила и эта статья. Но, конечно, мое внимание при этом было занято не размышлениями о том, достаточно или недостаточно похвал роману Тургенева в отзывах Добролюбова о нем. И я не помню, как именно оценивал Добролюбов этот роман в статье о нем. Некрасов имел тогда еще очень большое расположение к Тургеневу. Но в его рассказе не было ни малейшего порицания Добролюбову, он только смеялся над обманутыми надеждами Тургенева на панигири к роману. Посмеялся и я. Увидевшись после того с Добролюбовым, я принялся убеждать его, не держать себя так неразговорчиво с почтенным человеком, достоинство которого старался изобразить Добролюбову в самом привлекательном и достойном уважении виде. Но мои доводы были отвергаемы Добролюбовым с непоколебимым равнодушием. По уверению Добролюбова, я говорил пустяки, о которых сам знаю, что они пустяки, потому что я думаю о Тургеневе точно так же, как он. Тургенев не может не быть скучан и неприятен и для меня. Если мне угодно не выказывать этого Тургеневу, я могу не выказывать. Он не убеждает меня держать себя прямее и откровеннее. Но мне хорошо не уходить от разговоров с Тургеневым, потому что мы видимся сравнительно редко, а толковать с Тургеневым столько, сколько приходилось бы ему, нашел бы невыносимым и я. Нечего было делать. Я отстал от внушения моих прекрасных чувств Добролюбову. Своих мнений о Тургеневе я не имею надобности излагать здесь, поэтому довольна будет заметить, что Добролюбов казался мне совершенно справедливым в своих мнениях о нем. Если я не желал разрыва между ними и сам не выказывал Тургеневу, что желал бы уклоняться от разговоров с ним, у меня был на то мотив, не имевший ничего общего с приятностью или неприятностью, занимательностью или незанимательностью их для меня. Мне казалось полезным для литературы, чтобы писатели, способные более или менее сочувствовать хоть чему-нибудь честному, старались не иметь личных раздоров между собою. Добролюбов был об этом иного мнения. Ему казалось, что плохие союзники – не союзники. Таким образом тянулись отношения между Добролюбовым и Тургеневым довольно долго. Они беспрестанно встречались в комнатах Некрасова, обменивались словами «здравствуйте» и «прощайте», других разговоров между собой не имели, но посторонним людям могли казаться людьми, которые не имеют ничего друг против друга. Не умею теперь припомнить, чем прервались их свидания. Отъездом ли Добролюбова за границу или ссорою Тургенева с Некрасовым, не помню, который из этих фактов предшествовал другому, но, во всяком случае, когда оставался другом Некрасова, Тургенев не мог открытым образом дать волю своему ожесточению против Добролюбова. Из-за чего произошел разрыв между Некрасовым и Тургеневым, я не имею положительных сведений. Мне никогда не случалось спросить об этом у Некрасова, потому что я очень мало интересовался дружбой Тургенева с ним, а еще меньше того озлоблением Тургенева на него. А с очень давних пор, без прямого моего вопроса, Некрасов почти никогда не говорил ни о чем из своей личной жизни. Итак, мне не случалось ни разу слышать от Некрасова ничего о причинах его разрыва с Тургеневым. Сам я теперь, принужденный припоминать и соображать, могу найти больше причин для этой ссоры, чем представлялось мне тогда, при отсутствии интереса вдумываться в нее. Очень может быть, что главными поводами были обстоятельства, в которых Некрасов не принимал никакого личного участия, но которые необходимо должны были, как я теперь вижу, раздражать Тургенева против него. Некоторые лица, очень близкие к Некрасову, навлекали на себя негодование Тургенева. Из них довольно назвать Добролюбова и меня. Об отношениях Добролюбова к Тургеневу было уже говорено. О моих нет надобности говорить здесь много. Я держал себя с Тургеневым сколько умел любезно, но он не мог не замечать, что в сущности я думаю о нем точно так же, как Добролюбов. Бывали случаи, когда я и прямо наносил обиду ему по необходимости избавить современник от какого-нибудь рекомендуемого им произведения, которое, по моему мнению, не понравилось бы публике. Расскажу здесь для примера два таких случая. Однажды Некрасов подал мне какую-то маленькую книжку, выражая желание, чтобы я прочел ее. Я развернул. Это был один из томиков повестей Ауэрбаха. Не помню заглавие, шварцвальденские ли рассказы или что-нибудь другое. Тургенев очень хвалит их и советует перевести в современники. Особенно он настаивает на том, что надо бы перевести один из этих рассказов, на котором и вложена закладка. У меня с Некрасовым были уже раньше того разговоры об Ауэрбахе, которого я никогда не читывал, но достаточно знал по панигирикам ему, из которых видно было, он же манник, пресный и скучный. И Некрасов помнил, что я находил этого автора незаслуживающим перевода в современники, но что я судил так о нем, никогда его не читавши. Некрасов передавал это Тургеневу, и Тургенев был уверен, что, прочитав что-нибудь из Ауэрбаха, я переменю мнение о нем, и что, в частности, тем рассказом, который отмечен в книжке, я буду восхищен. Я взял книжку и прочел отмеченный рассказ. Это была маленькая повесть «Барфюсселе». Она не понравилась мне других рассказов, я и не пробовал читать. Тургенев, возможно, предлагал опубликовать шварцвальдские деревенские рассказы немецкого романиста Бертольда Ауэрбаха. Редакция «Современник» отклонила в июне 1861 года это предложение, как и предложение Льва Толстого, рекомендовавшего к публикации в журнале одну из повестей Ауэрбаха. Тургенев, благожелательно относившийся к творчеству немецкого прозаика, написал в соавторстве «Спитчем» в 1868 году небольшое предисловие к его роману «Дача на Рейне», который печатался в «Вестнике Европы». Я отдал книжку Некрасову и сказал, что ничего из нее переводить не стоит. Тургенев долго не отставал и много раз спорил со мною и был очень раздражен неуспехом, но эта неудача его, хоть оставалась никому, кроме нас, неизвестной. А другой случай подобного рода произошел в присутствии многочисленного общества. Раз в неделю у Некрасова бывали обеды, которые можно назвать редакционными. Некрасов придавал этим обедам особый смысл, видя в них не только приятное времяпрепровождение, но и добрый повод к сближению сотрудников. Антонович, имея в виду период раскола между старой и новой редакцией «Современника», писал в своих мемуарах, что Некрасов устраивал обеды, на которые приглашались обе враждующие стороны. Тут бывали Тургенев, Панаев, Гончаров, Григорович, Полонский, Анненков, Боткин, Островский и другие. Тут было очевидно, что сближение сторон невозможно, что примирение не клеится. 60-е годы. Москва, Ленинград, Академия. 1933 год, страница 190. На обедах собирались литераторы, сотрудничеством которых дорожил журнал. Кроме них постоянно бывал приглашаем цензор, бывали и кое-кто из числа светских людей, пользовавшихся любовью в кругу литераторов. Очень часто бывал Языков, которого так любил Белинский. Когда жили в Петербурге, часто бывали тут Лихачевы, родственники и друзья Панаевых. Бывал Арапетов. Выбор других людей, чуждых литературной деятельности, приглашенных раз навсегда бывать на этих обедах, был такой строгий с точки зрения их способности не уронить себя в глазах литераторов, что, например, ни один из однофамильцев Ивана Ивановича Панаева никогда не бывал приглашаем на эти собрания. Имелись в виду и Полит Александрович Панаев, который в 1856-60-м годах заведовал конторой и хозяйственной частью современника, и его брат Валериан Александрович Панаев, сотрудничавший в этом же журнале. Бедняжка цензор, конечно, играл тут, сам того не замечая, жалкую роль, и обыкновенно единственным усладителем его одиночества приятными разговорами являлся я. В исполнении этой роли и состоял для меня мотив бывать на этих обедах. После обеда гости оставались тут, до какой поры кому было удобно. Первыми уезжавшими бывали обыкновенно те, которые отправлялись на этот вечер в театр. Другие, кому был досуг, оставались гораздо дольше. И вот после одного из таких обедов, когда общество расположилось, как кому удобнее, на турецком диване и другой уютной мебели, Некрасов пригласил всех выслушать чтение драмы Мея «Псковитянка», которую Тургенев предлагал ему напечатать в «Современнике». Тургенев хочет прочесть ее. Все собрались в ту часть залы, где расположился на диване Тургенев. Один я остался там, где сидел, очень далеко от дивана, по соседству с тем камином, на котором стоял кабан. Камин был в дальнем от окон углу стены, противоположной дивану. Началось чтение. Прочитав первый акт, Тургенев остановился и спросил свою аудиторию, все ли разделяют его мнение, что драма Мея – высокое художественное произведение. Разумеется, по одному первому акту еще нельзя вполне оценить ее, но уже и в нем достаточно обнаруживается сильный талант и так далее, и так далее. Кто считал себя имеющим голос в решении таких вопросов, принялись хвалить первый акт и высказывать предвидение, что в целом драма окажется действительно высоким художественным произведением. Некрасов сказал, что предоставляет себе слушать, что будут говорить другие. Люди, не считавшие себя достаточно авторитетными для значительных ролей в литературном ореопаге, выражали свое сочувствие компетентной оценке скромным и кратким одобрением. Когда говор стал утихать, я сказал с своего места, «Иван Сергеевич, это скучная и совершенно бездарная вещь, печатать ее в современнике не стоит». Тургенев стал защищать высказанное им прежде мнение, я разбирал его аргументы, так проговорили мы им несколько минут. Он свернул и спрятал рукопись, сказав, что не будет продолжать чтение, тем дело и кончилось. Не помню, каким языком вел я спор, по всей вероятности, безобидным для Тургенева. О нем положительно помню, что он спорил со мной очень учтиво, но понятно, что ему должно было быть очень досадно это маленькое приключение, разыгравшееся на глазах почти всех тех его литературных приятелей, которые жили в то время в Петербурге. Вообще, при моем вступлении в современник, Тургенев имел большое влияние по вопросам о том, какие стихотворения, повести или романы заслуживают быть напечатанными. Я почти вовсе не участвовал в редежировании этого отдела журнала, но было же много разговоров у Некрасова со мною и о поэтах, и о билетристах. Находя в моих мнениях о них больше согласного с его собственными, чем во мнениях Тургенева, Некрасов, по всей вероятности, стал держаться тверже прежнего против рекомендаций плохим романам или повестям со стороны Тургенева. А когда сблизился с Некрасовым Добролюбов, мнения Тургенева быстро перестали быть авторитетными для Некрасова. Потерять влияние на современник не могло не быть неприятно Тургеневу. Некрасов и в период сотрудничества в современнике Чернышевского прислушивался к голосу Тургенева. В июле 1857 года Некрасов просит Тургенева скорее вернуться в Россию. Без тебя толку не будет, пишет он ему. Некрасов, том 10, страница 535. Надо бы, но упомянуть и о другом, по всей вероятности, очень сильном мотиве расстройства дружбы между Тургеневым и Некрасовым. Излагать дело, из которого возник этот мотив, я не буду здесь. Оно слишком многосложно и длинно, так что, начав говорить о нем, я не скоро довел бы до конца ответ на вопрос, которым занимаюсь теперь. В коротких словах история была такого рода. Огарев должен был уплатить 50 тысяч рублей жене, с которой разошелся. Взамен платы он представил в пользование ей часть своих поместий. Огарева умерла, поместья должны были быть возвращены Огареву, но управляющий поместьями, дальний родственник Иван Иванович, бестолковый плут, расстроивший свое прежде довольно большое состояние хитрыми, но глупыми спекуляциями, не желал возвращать поместье, да если бы хотел, то затруднился бы при запутанности своих дел. Имеется в виду Шаншиев. Дело усложнялось чрезвычайно запутанными расчетами о том, какие из долгов, лежавших на Огаревой, должны быть признаны Огаревым. Огарев и Герцен, у которого он жил тогда, вообразили, что плут, в управлении которому были отданы поместья, был приискан в поверенной Огаревой Некрасовым, и что он подставное лицо, которому Некрасов предоставил лишь маленькую долю выгоды от денежных операций, основанных на управлении имуществом Огаревой, а главную долю берет себе сам Некрасов. При уважении, каким пользовался тогда Герцен у всех просвещенных людей в России, громко высказываемое им обвинение Некрасова в денежном плутовстве, ложилось очень тяжело на репутацию Некрасова. Истина могла бы быть достовернейшим образом узнана Герценом, если бы он захотел навести справки о ходе перемен в личных отношениях Некрасова в те годы, в которые были делаемы госпожой Огаревой неприятные ее мужу распоряжения. В эти годы, 1855-1856, у Некрасова были сложные и тяжелые отношения с Панаевой. Некрасов с Панаевой окончательно разошлись, писал своему брату Боткин 27 апреля 1855 года. Он так потрясен и сильнее прежнего привязан к ней, но в ней чувства, кажется, решительно изменились. Некрасов, глубоко уязвленный тем, что Тургенев готов поверить в его причастность к махинациям с Огаревским наследством, писал ему 26 мая, 7 июня 1857 года. «Ты лучше других можешь знать, что я тут столько же виноват и причастен, как ты, например. Если вина моя в том, что я не употребил моего влияния, то прежде надо бы знать, имел ли я его, особенно тогда, когда это дело разрешалось, если оно и могло быть, то гораздо прежде». Некрасов, том 10, страница 340. Некрасов имеет в виду влияние на Панаеву. Но Герцен имел неосторожность высказать свое мнение, не ознакомившись с фактами, узнать, которое было бы легко, и тем отнял у себя нравственную свободу рассматривать дело с должным вниманием к фактам. Я полагаю, что истина об этом ряде незаслуженных Некрасовым обид известна теперь всем оставшимся в живых приятелям Огарева и Герцена и всем ученым, занимающимся историей русской литературы того времени. Потому считаю возможным не говорить ничего больше об этом жалком эпизоде жизни Огарева и соединенных с его странными поступками ошибках Герцена. Авторитет Герцена был тогда всемогущим над мнениями массы людей с обыкновенными либеральными тенденциями, то есть тенденциями смутными и шаткими. Тургенев ничем не выделялся в своем образе мыслей из толпы людей благонамеренных, но не имеющих силы ни ходить, ни стоять на своих ногах, вечно нуждающихся в поддержке и руководстве. Конечно, ему трудно было оставаться другом человека, которого чернит руководитель массы, которой принадлежал он. Делая честь ему, что он долго не уступал своему влечению сообразоваться с мыслями Герцена и, подобно людям менее робким, более твердым, как, например, Анненков, оставался в прежних отношениях с Некрасовым. Но, разумеется, слишком долго не мог он выдерживать давление авторитета Герцена, и кончилось тем, что он поддался Герцену. К важным причинам, принуждавшим Тургенева разорвать дружбу с Некрасовым, должно было присоединиться множество влияний сравнительно мелких, но в своей совокупности действовавших сильно в том же направлении. К ним принадлежат, например, желание других журнальных кружков приобрести себе сотрудничество Тургенева. Когда я говорил, что мне не были определительно известны причины разрыва Тургенева с Некрасовым, и что я могу только угадывать их по соображению, у меня не было под руками ни одной книги для справок. Но вчера я получил посмертное издание стихотворения Некрасова, четыре тома, 1879-й. Просматривая примечания, помещенные во второй части четвертого тома, я нашел в них цитату из моей статьи «Полемические красоты», напечатанной в номере шестом современника за 1861 год. Вот это место, очевидно, служившее ответом на чьи-нибудь рассуждения о причинах разрыва Тургенева с современником, то есть по необходимости и с Некрасовым. Рассуждения, основанные на рассказах самого Тургенева и одобренные им, как это видно из того, что в моем ответе на них я обращаюсь к самому Тургеневу с приглашением возразить мне, если он имеет что-нибудь возразить. Наш образ мыслей прояснился для господина Тургенева настолько, что он перестал одобрять его. Нам стало казаться, что последние повести господина Тургенева не так близко соответствуют нашему взгляду на вещи, как прежде, когда и его направление не было так ясно для нас, да и наши взгляды не были так ясны для него. Но мы разошлись. Так ли? Ссылаемся на самого господина Тургенева. Имеется в виду примечание в первом томе собрания сочинений Некрасова, 1879 год, стихотворению «Одинокий потерянный», навеянному разладом с Тургеневым в 1860 году, страницы 5-6. Автор примечаний, желая опровергнуть нападки реакционной критики, в частности Каткова, обвинявший «Современник» в корыстном отношении к своим сотрудникам, привел большую выдержку из статьи Чернышевского «Полемические красоты», коллекция «Первая», «Современник», 1861 год, номер 6. Из этого ясно, что я в то время находил себя вполне знающим все причины разрыва между Тургеневым и Некрасовым, и что единственным решившим дело мотивом было враждебное отношение Тургенева к направлению «Современника», то есть на первом плане к статьям Добролюбова, а на втором и ко мне, имевшему неизменным правилам твердить в разговорах с нападавшими на статьи Добролюбова, что все его мысли справедливы и что все написанное им совершенно хорошо. Если я думал тогда, что знаю все, то, разумеется, были у меня положительные основания думать так. Очевидно, что я слышал и от Некрасова, и от самого Тургенева подобные разъяснения причин разрыва между ними, и ясно, что слышанное мною от них не оставило следов в моей памяти, потому что не представляло мне ровно ничего нового. Когда мы слышим только то, что уже сами знаем, мы забываем, что наши прежние сведения были повторены нам словами других. Так, например, вероятно, никто из нас не помнит, было ли ему рассказано кем-нибудь, что Пушкин — великий поэт, и что он умер от раны, полученной на дуэли, и, вероятно, у всех нас было много разговоров, в которых наши собеседники говорили нам об этом. Что мне было много случаев слышать от Некрасова, объяснение причин ссоры между ним и Тургеневым, понятно, само собой. Но было много случаев и Тургеневу рассказывать мне об этом. Он никогда не переставал быть очень разговорчив со мной при наших встречах, а случаев встречаться нам было очень много после того, как мы перестали видеться у Некрасова. Не говоря о чем другом, надо было только припомнить, что Тургенев и я, мы оба были членами комитета общества «Пособие нуждающимся литераторам и ученым» в первый год по основании этого общества. Комитет собирался каждую неделю. Собирался он у Егора Петровича Ковалевского, который был председателем. Литературный фонд «Общество для пособия нуждающимся литераторам» был основан в 1859 году. Первый комитет был избран 8 ноября. Тургенев горячо приветствовал организацию такого гуманного общества. До начала заседания долго шли всяческие серьезные и шутливые приятельские разговоры между всеми обо всем на свете. По окончании заседания они возобновлялись и очень часто тянулись долгие часы. Главным из серьезных собеседников в этом приятельском кружке был Тургенев. Я постоянно повертывавший разговор в шутливое направление говорил, я полагаю, еще гораздо больше, чем он. Вообще мы с ним толковали, оставаясь в гостиной вместе со всеми другими. Но часто уходили в зал продолжать только вдвоем разговор, начатый при других. Мог ли Тургенев после своей ссоры с Некрасовым излагать ее историю с своей точки зрения мне? По здравому смыслу, несомненно, что не мог. Но на деле этот резон не мог быть помехою ему. Я помню, что он жаловался мне на Добролюбова. Тем легче было ему жаловаться мне на Некрасова. Каковы были мои отношения к Добролюбову? Этого нельзя было не понимать. И наивнейшему человеку в мире, видевшему нас вместе или хоть слышавшему, каким тоном я говорю о Добролюбове. Людям, знавшим о наших отношениях несравненно меньше, чем Тургенев, было известно и вполне понятно, что жаловаться на Добролюбова мне несравненно бесполезнее, чем на самого меня. И однако же Тургенев жаловался. Расскажу один такой случай. Комитет, членами которого мы были, устраивал литературные литературные чтения. Обыкновенным местом для них служил зал пассажа. Тут, недалеко от одного из концов комнаты, был ряд колонн, по которым развешивался занавес, так что образовался особый отдел вроде кабинета, не очень широкого, но очень длинного. Тут и заседал заведовавший чтениями комитет. Эти заседания, занимавшиеся исключительно внешним порядком чтений, могли, разумеется, совершенно благополучно обходиться без моего участия в совещаниях. Я, бывая тут лишь по нелепой деликатности относительно моих сотоварищей, все время проводил в каких-нибудь своих особых занятиях. Усевшись в дальнем углу, рассматривал соседние стулы или ближайшие фигурки резьбы на каких-то шкафчиках, каких-то витрин, стоявших вдоль стены, вообще проводил время не без пользы для обогащения своего ума познаниями. А если говорить серьезно, то обыкновенно читал корректуру. В грехе слушания того, что читал из публики, я никогда не был повинен. Натурально всякий другой из членов комитета, усердно слушавший чтение сквозь занавес, когда желал развлечься от этой скуки, подходил ко мне, чтобы поболтать. Часто случалось это и с Тургеневым. И вот тут-то привелось мне однажды выслушать длинную и Еремиаду его о том, как всегда обижал, теперь после разрыва его с Некрасовым еще больше обижает его Добролюбов. Под конец он почувствовал, что эллигический тон выходил слишком нелеп, какого в самом деле утешения себе от меня мог ждать человек, жалующийся на Добролюбова, и в особенности человек, который сам знал, что я думаю о нем, так же, как Добролюбов. И так Тургенев догадался, что он делает себя смешным, чтобы поправить свою репутацию в своем собственном мнении, обратил свое горе в шутку, мы начали смеяться. Из тех шуток, которыми обменивались мы, осталась в памяти у меня одна острота Тургенева, которую тогда же я похвалил, чем очень порадовал его. И когда стали подходить к нам другие члены комитета, он повторял ее каждому из них, и я каждый раз поддерживал его удовольствие одобрительным смехом. Вот эта острота с тем местоимением, какое было в ней сказано мне. «Вы простая змея, а Добролюбов очковая». Когда Тургенев пересказывал это другим, местоимение выходило, конечно, иное, именно так. Я сказал ему, что он простая змея, а Добролюбов очковая. Но другие стали подходить после. А пока мы с ним, посмеявшись этой остроте, продолжали разговор только вдвоем, он шутливо развивал совершенно серьезную тему, что со мной он может уживаться и даже имеет расположение ко мне, но что к Добролюбову у него не лежит сердце. Этот разговор происходил на первом литературном вечере, организованном литературным фондом, 10 января 1860 года. Статья «В изъявлении признательности». Чернышевский, том 10, страница 124. Если Тургенев имел наивность жаловаться мне на Добролюбовым, то в тысячу раз легче было ему доходить в разговорах со мною до жалоб на Некрасова. Вижу из той цитаты, что я слышал их и вполне знал весь ход дела о разрыве Тургенева с Некрасовым по рассказам самого Тургенева, иначе я не мог бы ссылаться на него самого. И если теперь эти его рассказы совершенно исчезли из моей памяти, так что я и не предполагал их существование, то, понятная вещь, это могло произойти лишь потому, что в них, когда я их слушал, не было ничего, кроме известного мне. Открытым заявлением ненависти Тургенева к Добролюбову был, как известно, роман «Отцы и дети». Мне случилось читать, что Тургенев находил нужным печатать объяснение по вопросу об отношениях этого романа к лицу Добролюбова. Имеется в виду статья Тургенева по поводу «Отцов и детей», напечатанная в первом томе сочинений писателя издания 1869 года. Попадались на глаза и кое-какие отрывки из этих объяснений, но это были только отрывки, и не берусь по ним решать, удовлетворительны ли были объяснения, взятые все вместе. Мне самому случалось знать дело по рассказам лиц, дружных с Тургеневым. Важнейшее из того, что я слышал, рассказ какого-то из общих приятелей Тургенева и госпожи Маркович о разговоре ее с Тургеневым. Она жила тогда за границей, где-то или в Италии, или во Франции, быть может, в Париже. Тургенев, живший в том же городе, зашел к ней. Она стала говорить ему, что он выбрал дурной способ отомстить Добролюбову за свои досады. Он компрометирует себя, изобразив Добролюбова в злостной карикатуре. Она прибавляла, что он поступил как трус. Пока был жив Добролюбов, он не смел вступать с ним в борьбу перед публикой, а теперь, когда Добролюбов умер, чернит его. В октябре-майе 1860-61 годов Маркович часто встречалась с Тургеневым в Париже. Бывала на литературных вечерах у писателя. Тургенев давал читать ей рукопись отцов и детей. 27 сентября 9 октября 1861 года Маркович писала Добролюбову из Парижа. Тургенев сюда приехал. Я его видала часто и читала новую его повесть «Отцы и дети». Лучше всех лиц в ней базаров, хоть и нигилист. Марко Вовчек. Собрание сочинений, том 6, 1956 год, страниц 411. Это высказывание Маркович о Базарове противоречит содержанию разговора, который приводится Чернышевским. Кроме того, вряд ли мнение писательницы о герое отцов и детей могло так круто измениться. Версию о том, что Базаров карикатура на Добролюбовом, Тургенев всегда категорически отрицал. Поэтому весьма сомнительно утверждение Чернышевского, будто Тургенев признался Маркович в своем желании мстить Добролюбову, когда писал свой роман. Речь могла идти скорее о Рудине. В 1862 году Тургенев писал Маркович, что прототипом его героя был Бакунин. «Я в Рудине представил довольно верный его портрет». Тургенев письма. Том 5, страница 47. Тургенев отвечал, что она совершенно ошибается. Ему и в голову не приходило думать о Добролюбове, когда он изображал Базарова. «Это действительно портрет действительного лица, но совершенно иного. Это медик, которого он встречал в той провинции, где его поместье. Тургенев называл гей-фамилию медика. Лицо, пересказывавшее мне разговор, не помнило ее. Мне кажется, будто бы я припоминаю, что этот медик, по словам Тургенева, занимал в то время должность уездного врача, но не ручаюсь за эту подробность моего воспоминания». Вопрос о реальных прототипах Базарова и, в частности, о провинциальном медике Дмитриеве дискуссионен. Как один из возможных прототипов Базарова называется «Виктор Якушкин». Чернов об одном знакомстве Тургенева. Вопрос о литературе. 1961 год, номер 8. Интересные соображения приведены в статье Батюта к вопросу о замысле отцов и детей, в которой он называет Льва Толстого как одного из возможных прототипов Базарова. Безусловно, что черты личности самого Добролюбова нашли свое выражение в трагическом облике героя Тургеневского романа. Тургеневский сборник «Орел», 1960 год. Госпожа Маркович стала говорить, что напрасно Тургенев отрицает намерение мстить Добролюбову. Из романа ясно, что он имел его. Тургенев сознался, наконец, что действительно он желал мстить Добролюбову, когда писал свой роман. Мое личное мнение об этом деле основано на фактах, которые случилось мне слышать об одном из прежних романов Тургенева «Рудин». Вскоре после того, как «Рудин» был напечатан, Боткин приехал на несколько времени в Петербург. Повесть была напечатана в «Современнике», 1856 год, номера 1 и 2. Он поселился жить, как обыкновенно делал в те годы у Некрасова и проводил большую часть утра и после своих разъездов по городу все остальное время дня в той комнате, где случалось бывать в эти часы Некрасову. Потому я постоянно виделся с ним в этот его приезд, как и в другие подобные. Особенно близкого знакомства со мною он не заводил, но был очень добр ко мне и потому охотно разговаривал со мною. В один из очень длинных разговоров втроем между Некрасовым, Боткиным и мною, случилось Боткину заговорить с Некрасовым о Рудине. Я вставил в их беседу о нем какие-то маловажные слова, имевшие тот смысл, что портрет Бакунина, начерченный Тургеневым в лице Рудина, едва ли верен. По всей вероятности, сходство утрачено через то, что черты слишком изменены с намерением сделать их дурными. Некрасов на это сказал, да, но если бы вы видели, каково был изображен Бакунин в третьей или четвертой редакции романа, которую Тургенев хотел отдать в печать как окончательную, только благодаря Василию Петровичу он понял, что обесславил бы себя, если бы напечатал роман в том виде. Тургенев переделал роман, выбрасывая слишком черное из того, что говорилось там о Рудине. Я попросил Боткина рассказать мне, как это было. Боткин стал рассказывать. Тургенев начал писать с намерением изобразить Бакунина в блистательнейшем свете. Это должно было быть апофеозом. Он дописал или почти дописал в этом направлении, когда струсил. Ему вообразилось, что репутация его способности понимать людей пострадает, если он изобразит главное лицо своего романа только одними светлыми красками. Скажут, где ж тут анализ, открывающий в человеческом сердце темные уголки. Без темных уголков никакое человеческое сердце не обходится. Кто не нашел их, тот не умел глубоко заглянуть в него. Тургенев начал переделывать роман, стирая слишком светлые краски и внося тени. Долго возился он, то стирая слишком много, то опять восстанавливая сияние ореола. В разных стадиях этой колеблющейся переделки он читал совершенствуемый роман тем из приятелей, эстетическому вкусу которых доверял. Читал и Некрасову, и ему Боткину, и Дружинину, и Коршу, Евгению Федоровичу, и Кетчеру, и не помню теперь еще кому-то. Каждый судил, разумеется, по-своему, и Тургенев уступал в чем-нибудь советам каждого. Дружинин писал в 1857 году, что повесть Тургенева была много раз прочитана в кругу друзей, которых мнением дорожил автор. Она исправлялась и переделывалась вплоть до того дня, когда обычаи нашей спешной журнальной деятельности могли терпеть такую медленность. Библиотека для чтения, 1857 год, номер пятый, страница сороковая. Но, в общем, переделка шла к тому, что темные краски делались все гуще и гуще. Этим, конечно, сглаживались несообразности остатков прежнего панигирика со вносимыми в него страницами Пасквиля. И когда не осталось в романе ничего, кроме Пасквиля, Тургенев увидел, что теперь роман хорош, все в нем связано и гармонично. Он объявил приятелям, что вот роман, наконец, готов для печати. Он прочтет его им и начал читать. В собрании приятелей, на котором происходило чтение, был и Василий Петрович. Выслушав, он стал говорить Тургеневу, что напечатать роман в таком виде будет невыгодно для репутации автора. На этом месте рассказа Боткина Некрасов, ограничивавшийся прежде короткими и маловажными напоминаниями и замечаниями, сказал, что продолжать будет он. И продолжал, попросив Боткина слушать и направлять, если он скажет что-нибудь не так. Действительно, самому Боткину было бы затруднительно продолжать рассказ с прежней подробностью и живостью. Приходилось бы передавать негодующую речь, имевшую характер нотации, какие читают взрослые и солидные люди, зашалившимся школьникам. Боткин в те годы, когда я знал его, был человеком очень умеренных мнений, более склонявшимся на сторону осторожного консерватизма, нежели расположенным одобрять что-нибудь рискованное или эксцентричное, прогрессивное. Но он не забывал, что люди, с которыми был он дружен в молодости, были в сущности люди честные и был возмущен сплошной клеветою на одного из них. Рудин был в этой окончательной редакции романа с первого слова и поступка до последнего фанфарон, лицемер, мошенник и только фанфарон, лжец и мошенник, больше ничего. Когда Боткин кончил свою оценку характера, какой дан Рудину в этой редакции романа, Тургенев был смущен до того, что оставался совершенно растерявшимся. Он, по-видимому, сам не понимал, что такое вышло из его Рудина. Тут Боткин остановил Некрасова возражением, которое начиналось словами в таком роде «Извините, Некрасов, он понимал». И продолжалось беспощадным анализом некоторых сторон характера Тургенева. Боткин говорил с ядовитым негодованием. Когда он кончил, Некрасов не мог сказать ничего в защиту Тургенева и только убеждал Боткина судить снисходительнее о человеке, который, если поступает иногда нехорошо, то лишь по слабости характера. После этого эпизода Боткин и Некрасов докончили рассказ об истории переделок романа. Боткин сказал тогда Тургеневу, что если он не хочет погубить свою репутацию, то должен вновь переделать Рудина или бросить его. В таком виде, как теперь, роман не может быть напечатан без позора для автора. Тургенев сказал, что переделает. И переделал. По мнению Боткина и Некрасова, роман, испытавший столько перипетий, вышел в том виде, как напечатан мозаикой клочков противоположных тенденций, в особенности в характере Рудина. На одних страницах или клочках страниц этот человек сильного ума и возвышенного характера, а на других человек дрянной. Кажется, и мне самому думалось тогда, что характер Рудина путаница несообразностей. Не умею припомнить теперь ни того, думалось ли мне так тогда, ни того, так ли это на самом деле. Чернышевский в рецензии на книгу «Готтерна. Собрание чудес» писал о Рудине. Повесть должна была бы иметь высокий трагический характер, посерьезнее Шиллерово Дон Карлоса, а вместо того вышел винегрет сладких и кислых, насмешливых и восторженных страниц, как будто сшитых из двух разных повестей. Но выдержан или не выдержан в романе характер Рудина, во всяком случае, это вовсе не портрет Бакунина и даже не карикатура на него, а совершенно не похожее на Бакунина лицо, подле которого сделаны кое-какие надписи, утверждающие, что это портрет Бакунина. Такими ярлычками нельзя не признать, например, того, что Рудин — оратор, и того, что он иногда забывает отдать приятелю какие-нибудь ничтожные деньги, взятые в заем. Вероятно, подобных заимствований из характера или биографии Бакунина очень много в романе, но я плохо помню его. В заключении истории передела к Рудинам расскажу последнее, что случилось мне узнать о его судьбе. Не умею определить теперь, через сколько времени после того, как он был в первый раз напечатан, Тургенев издал собрание своих сочинений. Панаев, отдавая мне экземпляр этого издания, передал мне желание Тургенева, что если я буду писать что-нибудь об этом издании, то чтоб я не упоминал о прибавлении, которое он сделал к Рудину. Роман теперь кончается тем, что Рудин участвует в одном из парижских народных восстаний. Панаев, разумеется, называл в каком именно, но я теперь не умею припомнить в каком, в июньском ли, междоусобии или в февральской революции, сражается геройски и умирает славную смертью бойца за свободу. Если журналы выставят на вид этот эпилог, все издание может подвергнуться запрещению, и потому не надобно говорить о нем. Желание Тургенева, если только следует называть это желанием, а не заявлением справедливого авторского требования, которому честные люди обязаны повиноваться по внушению совести, конечно, было принято мной с полным одобрением. Но так как из этого вышло, что мне, обязанному не писать об эпилоге, нет и надобности прочесть его, то я и оставил его непрочтенным. Потому не знаю, хорош ли он в художественном отношении и может ли выгодный для репутации Руди наконец заставить простить ему те слабости или дурные качества, которые в целом длинном романе навязывал ему автор. Впервые Тургенев напечатал Рудина с новой концовкой в четвертом томе «Собрание сочинений» издания Основского 1860 год. Вряд ли Чернышевский не читал тогда этого эпилога. Но важен ли сам по себе или мало важен этот эпилог, он заслуживает большого внимания, как факт, доказывающий стремление Тургенева загладить сделанную ошибку, когда достало у него характера и уменья. Основываясь на фактах, известных мне о Рудине, я полагаю, что справедливо было мнение публики, находившей в отцах и детях намерения Тургенева говорить дурно о Добролюбове. Но я расположен думать, что и Тургенев несовершенно лицемерил, отрекаясь от приписываемых ему мыслей дать в лице Базарова портрет Добролюбова и утверждая, что подлинником этому портрету служил совершенно иной человек. Очень может быть, что и в самом деле он в Базарове изображал того провинциального медика, о котором говорил госпожа Маркович, говорил впоследствии Времени и многим другим. Быть может, даже и заявлял что-нибудь такое в печати. Мне кажется, будто бы я помню, что читал какой-то отрывок из какого-то его объяснения, имевшего этот смысл, не умею, впрочем, разобрать, нет ли какой ошибки в этом моем воспоминании. Но если предположить, что публика была права, находя в отцах и детях не только намерение чернить Добролюбова косвенными намеками, но и дать его портрет в лице Базарова, то я должен сказать, что сходства нет никакого, хотя бы и карикатурного. У Рудина есть хоть то общее с Бакуниным, что оба они ораторы, и оба, занимая у приятеля деньги, забывают отдавать. У Базарова нет, если не ошибаюсь, ни одной такой налепки, которая годилась бы в признаке, что он должен изображать собой у Добролюбова. Разве одно? Я слышал сейчас, что Базаров высок ростом. Но я слышу это как воспоминание лишь очень вероятное, а не вполне отчетливое и достоверное. Сам я не помню ничего о наружности Базарова. Этого, вероятно, довольно об отцах и детях. Хорошо помнится мне, что в одной из тех моих статей о Добролюбове, ряд которых должен был составить полный по возможности сборник бывших у меня под руками материалов для его биографии, употреблено мною очень суровое выражение, относившееся в моей мысли к двум лицам, из которых одним был Тургенев. Чернышевский, по всей вероятности, имел в виду свою статью «Материалы для биографии Добролюбова», в которой он писал «Теперь, милостивые государи, называвшие нашего друга человеком без души и сердца, теперь имею честь назвать вас тупоумными глупцами». Современник, 1862 год, номер первой страницы, 293. Вряд ли этот выпад против Тургенева вызван отцами и детьми, которые появились в печати позже статьи Чернышевского в феврале 1862 года. Скорее всего, возмущение Чернышевского было вызвано фильетоном-пародией на Добролюбова, опубликованном в 1859 году в одном из номеров «Искры» под названием «Шестилетний обличитель». Фильетон приписывался Тургеневу. Тургеневский сборник, третий выпуск, 1967 год, страницы со 106 по 118. Вторым лицом, вызвавшим раздражение автора мемуаров, был Герцен. «Когда я потерял Добролюбова» в ноябре 1861 года, рассказывал Чернышевский на следствии 30 октября 1862 года, неприязнь Герцену за него усилилась во мне до того, что увлекла меня до поступков, порицаемых правилами литературной полемики. Укажу для примера на выражение мое о нем в одной из первых книжек современника. Чернышевский, том 14. Чем навлек он на себя этот приговор о его уме? Написал ли он после отцов и детей еще что-нибудь злобное о Добролюбове в какой-нибудь маленькой статье или заметке или вообще выразил каким-нибудь способом свою злобу против Добролюбова в месяцы более близкие, чем время появления отцов и детей к тем дням, когда я писал эту статью? Не умею припомнить и расположен думать, что ничего такого не было и что мое чувство было возбуждено не какой-нибудь недавней выходкой Тургенева, а лишь воспоминанием об отцах и детях. Этим я закончу рассказ о том немногом, что помнится мне об отношениях между Добролюбовым и Тургеневым. Остается прибавить то, что я знаю о чувствах Некрасова к Тургеневу после разрыва между ними. Я не умею припомнить никаких отзывов моих о Тургеневе в разговорах с Некрасовым за это время. Но, разумеется, невозможно же, чтобы не случалось мне никогда говорить о нем что-нибудь Некрасову, и нет никакой возможности сомневаться, что каждый раз, когда я говорил Некрасову, все было говорено тоном пренебрежения к Тургеневу и насмешки над ним. Зная свою манеру, не могу сомневаться в том, что от насмешек над Тургеневым я переходил к сарказмам над Некрасовым за то, что он так долго был дружен с Тургеневым. Таким образом, он имел, с моей стороны, возбуждение говорить мне о Тургеневе как можно хуже, и, однако же, он всегда говорил о нем тоном человека, дорожащего воспоминаниями своей прежней дружбы и сохраняющего дружеское расположение к своему бывшему другу. Людям, мало знавшим Некрасова или наталкивавшимся на какие-нибудь угловатости его характера, он мог казаться человеком жестоким, но если не всегда в своих поступках надо бы напомнить, что он был человек с сильными страстями и сначала страдавший от безденежья, после того больной, то всегда в своих чувствах он был человек очень мягкий, чрезвычайно терпеливый, человек справедливый и великодушный. Григорий Захарьевич Елисеев из воспоминаний Григорий Захарьевич Елисеев, 1821-1891 годы, талантливый публицист, один из ведущих сотрудников современника с 1858 года, а затем отечественных записок. Воспоминания, которые были задуманы широко, Елисеев начал писать в 1885 году. В центре внимания мемуариста последние годы существования современника, запрещенного в 1866 году, начало деятельности отечественных записок во главе с Некрасовым и Салтыковым-Щедриным, конфликт, возникший между бывшими членами редакции «Современника» Антоновичем, Жуковским и новым руководством отечественных записок. Тургенев не является непосредственным действующим лицом воспоминаний Елисеева. Героями их были прежде всего Чернышевский, Некрасов, Салтыков-Щедрин. Однако в полемике 60-х годов немалую роль играли произведения Тургенева, его романы, своеобразные барометры общественной жизни и, в первую очередь, «Отцы и дети». Страницы воспоминаний Елисеева, посвященные одному из главных эпизодов полемики вокруг отцов и детей, представляют несомненный интерес в ряду других мемуарных свидетельств «Современников» о жизни и творчестве Тургенева. В настоящем издании публикуется отрывок из главы «Антонович и Жуковский в «Современники». Воспоминания Елисеева, создававшиеся в атмосфере реакции 80-х годов, по своему общественно-политическому значению, отличаются от его ранних публицистических выступлений. К началу 80-х годов Елисеев заметно уклонился вправо от революционно-демократических убеждений. В это время он уже не выступает как соратник Чернышевского и Салтыкова, а скорее представляет либеральную позицию в русском просветительстве. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин в «Воспоминаниях современников». Москва, 1975 год, страница с седьмой по девятую. Обращает на себя внимание полемичность мемуаров по отношению к современнику 60-х годов и, прежде всего, к Антоновичу, автору нашумевшей статьи «Осмодей нашего времени» об отцах и детях Тургенева. Резкость характеристики данной Елисеевым литературно-критическим выступлением Антоновича в известной мере объясняется обоюдной неприязнью, которая возникла между ними, особенно в связи с появлением в 1869 году брошюры «Материалы для характеристики современной русской литературы», направленной против Некрасова. 60-е годы, Москва, Ленинград, Академия, 1933 год, страницы с 21 по 22. Авторами ее были Антонович и Жуковский. Несмотря на определенную тенденциозность оценок, эти воспоминания вносят новый штрих в то, как воспринимали роман Тургенева деятели 80-х годов. Интересно, что принципиальное отношение Елисеева к отцам и детям в момент их появления мало чем отличалось от позиции Антоновича и кругосовременника. Он также видел в романе искажение образа нового человека. 60-е годы, страницы с 494 по 503. Однако время внесло свои объективные поправки в представление Елисеева о романе и полемике вокруг него. Текст печатается по изданию 60-е годы, Москва, Ленинград, Академия, 1933 год. Ни мы, ни все остальные сотрудники современника, ни тем более Некрасов не думали, что поведем журнал с таким тактом и умением, как он велся при Чернышевском. Тем не менее, все надеялись, что журнал, поставленный прежде хорошо, сам собою пойдет недурно. А кроме того, не без надежд в будущем были относительно Антоновича. В 1862 году он за смертью Добролюбова дебютировал в качестве литературного критика по поводу выхода в свет романа Тургенева «Отцы и дети», а статья его «Осмодей нашего времени» печаталась в мартовской книжке современника. Не знаю, сам ли Антонович напросился на эту работу или Чернышевский, находясь под обаянием его критических философских статей, понадеялся, что он справится и с критикой произведения Билетристического. Только задача вышла для Антоновича нелегкая, совсем не подходящая к его критическому таланту, по натуре своей, если можно так выразиться, вполне прямолинейному, способному рубить прямо и грубо с плеча, и терявшемуся там, где нужна была работа более тонкая, требовавшая приличных подходцев, сноровки и мягкости приемов. А такая именно работа предстояла теперь. Во-первых, автор «Отцов и детей» был до сих пор постоянный почти сотрудник современника, художественный талант которого не подлежал никакому сомнению не только в глазах современника, но и всей читающей публики. Еще недавно современник, устами его даровитейшего критика Добролюбова, признал за талантом Тургенева особенную чуткость угадывать, подмечать в литературе вновь возникающие явления общественной жизни, новое произведение Тургенева, напечатанное в русском вестнике, по-видимому, вполне соответствовало этой аттестации современника. Оно было так талантливо написано, что публика зачитывалась. Оно первое определило для нее происходившие в обществе брожения, выведшие перед ним на сцену действовавших в этом брожении лиц с их взглядами, стремлениями. Лица эти представлялись так метко и верно очерченными, что казалось выхвачены живьем из самой жизни. Так стояло дело с одной стороны. С другой же стороны, еще задолго до появления нового романа на страницах русского вестника, в литературных кружках стали ходить слухи, что Тургенев, разошедшийся тогда с Некрасовым и сильно недолюбливавший Чернышевского и особенно Добролюбова, пишет новый роман с целью осмеять направление современника. Главным героем выведен один из редакторов современника, именно Добролюбов. Остальные лица взяты из его поклонников в среде молодого поколения. Слухи прибавляли, что роман пишется по инициативе Катковым, что Тургенев ведет с ним переписку о разных лицах романа, в особенности о личности главного героя и, сообразно тому, делает поправки. Слухи о таком бесчестном образе действий Тургенева, конечно, не могли не раздражить редакции современника. Насколько, однако, справедливы эти слухи, она проверить не могла, да если бы даже и вполне в них удостоверилась, она могла иметь их в виду про себя при рассмотрении романа Тургенева, а печатно высказывать не могла. От критика требовалось большое искусство, чтобы не впасть в прямое противоречие с прежними отзывами современника о Тургеневе, как выдающемся художественном таланте, владеющим при этом особенным чутьем, угадывать нарождающиеся движения в обществе, а тем более не стать в совершенно абсурдное положение к новому роману, отрицая перед восхищающейся им публикой в нем всякую художественность. Писарев в русском слове сумел отчасти избегнуть этих неудобств. Он признал новый роман и вполне художественным, и признал и то, что автор верно почувствовал движение новой жизни в старом обществе, но только не понял вполне этого движения, потому что сам автор, человек старого склада жизни и новых нарождающихся явлений не мог понять. Взгляд в основании был совершенно верный. Писарев только сам, увлекшись внешнюю художественностью романа, недостаточно вник в фальшь характеров, рисуемых Тургеневым личностей и в их неверную постановку, и отнесся к этой фальше снисходительно. Антонович не счел нужным входить в какие бы то ни было объяснения о признаваемом всеми художественном таланте Тургенева, ни о прежних статьях по этому предмету современника, ни, наконец, об общем увлечении публики, восхищавшейся художественностью нового произведения Тургенева. К общему удивлению всех, он начал свою критику с того, что объявил, что в романе «Отцы и дети» нет никакой художественности, что все выведенные в нем лица не живые лица, а отвлеченные идеей и взгляды, олицетворенные и названные собственными именами, что весь роман написан преднамеренно с целью осмеять и унизить молодое поколение, и выставить превосходство перед ним старого во всех отношениях. Указав потом подробно, в чем злобно искажены и опошлены личности детей, и в чем сочувственно прикрашены и обелены отцы, критик говорит, что и в таком фальсифицированном виде отцы оказываются в романе Тургенева ничуть не лучше детей. В заключении критик говорит, что Тургенев не понял происходящего перед ним движения, не был научно подготовлен к тому, чтобы ориентироваться среди разнообразных толков общества об этом движении и понять суть, поэтому он доходит до таких нелепостей, что может отрицать в молодом поколении даже любовь к природе и свободе, признав их достоянием старого поколения. В общем, критика Антоновича похожа не столько на литературную статью, сколько на судебный доклад по обвинению Тургенева в злостном оклеветании молодого поколения, но доклад сделан был доказательно, обстоятельно и спокойно. Он не имел никаких блестящих достоинств, показывал даже напротив неспособность автора быть критиком билетристических произведений, но как мнение современника, тщательно обработанное и толково изложенное, достиг своей партийной цели. Название или, правильнее сказать, кличка «Асмодей» нашего времени, с которой появилась статья Антоновича в журнале, дана им не случайно и не без злого умысла. Дело в том, что в романе «Отцы и дети» никто этим именем не называется, и в нем, как показывает самое название, никакая индивидуальная личность не выдается за героя. Героями являются две личности собирательные – и «Отцы» и «Дети». Потому при первом взгляде на статью впечатление получается такое, что современник окрестил этим именем самого Тургенева для вящего его уважения в глазах читателей, только по оселении всей статьи Антоновича, составляющей три с лишним печатных листа, и при том на последних ее страницах читатель узнает, что таким именем назывался изданный назад тому четыре года роман известного «Ретрограда» Виктора Ипача Оскочинского, осмеиваемого в то прогрессивное время единодушно всей журналистикой, и что название это взято Антоновичем якобы по сходству героя, выводимого Оскочинским, некоего Пустовцева с личностью Базарова. Но в действительности между Пустовцевым и Базаровым нет решительно никакого сходства. Базаров был человеком убеждения, пропагандистом идей, которым был предан. Он проповедовал их всегда, пред всеми, где мог и где представлялся к тому случай, не задаваясь при этом личными целями, скорее даже вредя этим целям. Пустовцев же является просто негодяем, который свои перверсивные идеи внушает одной молодой девушке с единственной целью — соблазнить ее, что и достигает. Несомненно, что все, дочитавшие внимательно до конца статью Антоновича ясно видели, что в приравнении Базарова к Пустовцеву Оскочинского не было другой цели, как третировать Тургенева, ставя его относительно понимания новых идей и людей на одну доску с презираемым всеми Оскочинским, даже ниже его. Быть может, в видах того вредного влияния, какое мог иметь и действительно имел Роман Тургенева на отношение общества и литературы к пропагандируемым современникам идеям, это и было нужно. Но ошибка Чернышевского состояла в том, что он не произвел казни над Тургеневым сам, несмотря на свою жестокость в подобного рода критиках. Он сделал бы это гораздо умнее и приличнее. А главное, не поселил бы и не утвердил бы в Антоновиче того самомнения, что он способен быть таким же компетентным и основательным критиком при рассмотрении билетеристических произведений, каким был относительно сочинений философских. Впоследствии, когда Антонович занял роль критика-современника, он опустился до площадной перебранки с разными газетами журналами, в том числе и с русским словом, когда последний назвал его «лукошком глубокомыслия», укоряя его за осмодея нашего времени и говоря, что эту статьею он добивался роли первого критика в «современнике», то Антонович, с своей стороны, называя критика русского слова «бутербродом глубокомыслия», отвечает на это, что он никогда не имеет и мысли добиваться этого, что в то время, когда напечатана была его статья на Тургенева редакции «Современника», заведовало исключительно и безраздельно одно лицо, от которого вполне зависело принять и напечатать или отвергнуть эту критику, и что если бы это лицо было не согласно с критикой Антоновича, оно бы, конечно, ни за что ее не напечатало бы. «Современник, 1864 год, декабрь». Вот какую прыть получило самомнение Антоновича от того только, что статья его о Тургеневе одобрена была Чернышевским. Но этим не ограничилось то зло, которое причинило Антоновичу одобрение его статьи о Тургеневе Чернышевским. Антонович понимал, как высоко ценил Чернышевский критический талант его, когда ему, не занимавшемуся до сих пор рассматриванием билетеристических произведений, поручил рассмотрение произведения первого нашего поэта и всеобщего любимца публики, и при том произведения не какого-нибудь заурядного, а самого капитального, разрешавшего самый болезненный вопрос злобы дня, долженствующий повлечь за собой громадные последствия в литературе и обществе. И когда критика Антоновича настолько удалась, что Чернышевский одобрил ее и напечатал, то Антонович вырос в собственных своих глазах, он стал смотреть на себя как на прирожденного критика и для билетеристических произведений. В своей критике на Тургенева увидел шефа критического искусства и ту уголовную манеру критики, которую он употребил относительно Тургенева, где автор притягивается к суду и где состоялся обстоятельный протокол по всем пунктам его уклонения от истины, исповедуемой критикам. И затем он подвергался приличной распеканции. Такую манеру критики он признал единственно верную и полезную. А так как для такой уголовной критики годились более сочинения отрицательного, чем положительного достоинства, более всего пищи себе находила эта критика в мелких произведениях периодической прессы, занятой преимущественно злобою дня, то критика, естественно, должна была спуститься до личной полемики. А так как предметы, по которым приходилось вести полемику большую частью, были достаточно разъяснены и никакой надобности в составлении обстоятельного протокола об отступлении автора в тех или других пунктах от истины не оказывалось, то и оставалось ограничить полемику распеканцией провинившегося автора. Но так как немногие авторы позволяли безответно распекать себя, большая часть, напротив, раздражалась ими, то полемики превращались в простую площадную брань, дошедшую, наконец, до лукошек, бутербродов и так далее. Елизавета Николаевна Водовозова из книги «На заре жизни» из главы 18-й среди петербургской молодежи 60-х годов Воспоминания Елизаветы Николаевны Водовозовой 1844-1923 годы типичной «Шестидесятницы» занимают особое место в истории русской мемуаристики. «На заре жизни» мемуарная повесть, билетризованная по форме, объединенная единым сюжетом, но в основе ее лежат действительные события и факты, рассказанные с большой степенью исторической достоверности. Дом Водовозовых, муж писательницы Василий Иванович Водовозов, известный в то время педагог, с начала 60-х годов становится одним из центров, объединяющих передовую демократическую молодежь Петербурга. На Водовозовских вторниках бывали студенты, писатели, общественные деятели. Здесь можно было встретить Лаврова, Михайловского, Елисеева, молодого писателя Слепцова. В настоящем издании печатается отрывок из главы 18-й, где рассказывается о тех горячих бесконечных спорах, которые бушевали вокруг тургеневских отцов и детей. Несомненный интерес представляет суждение о романе, высказанное Слепцовым, писателем-демократом, чей талант Тургенев сразу заметил и высоко оценил. Текст печатается по изданию Елизавета Николаевна Водовозова «На заре жизни», том 2, Москва, гослит издат, 1964 год. Перед своим отъездом из Петербурга я явилась к сестрам на последнюю вечеринку, на которую они заранее особенно усердно зазывали своих друзей, совершенно серьезно требуя, чтобы каждый из них дал мне надлежащий совет относительно того, что я должна делать в деревне. На этот раз их гостями были те же лица, что и на первой вечеринке, кроме княжны липы. В то время нередко можно было встретить в интеллигентных кружках девушку или женщину аристократической фамилии. Разочарование в своих близких, знакомство с людьми иного круга и идеи 60-х годов обыкновенно были причиной их разрыва с своей средой. Такие личности тоже подвергали себя опрощению, жили, питались и одевались чрезвычайно скромно, зарабатывали свое существование уроками, переводами, перепискою. Обыкновенно они до фанатизма были преданы идеалам и стремлениям эпохи 60-х годов, свято выполняли даже внешние мелочные требования по кодексу нравственности того времени. Из речи смерча, обращенной ко мне, когда гости садились за стол и шумели стульями, до меня долетали только отрывочные фразы. Вы должны пропагандировать современные идеи среди окружающих вас, чтобы они не явились лишними на перу жизни. Вы должны указывать на высокое призвание гражданки, вы должны звать на великое служение. В эту минуту вошел новый посетитель, и Слепцов, воспользовавшись этим маленьким перерывом, заметил «Конечно, все, что вы сказали, очень возвышенно и благородно. Но ведь госпожа Цевловская, вероятно, не составила себе никакой программы для деятельности. Она, конечно, желает добра ближнему, но едва ли имеет представление, как осуществить это стремление». Чтобы сделать эти советы более практичными, их следовало бы излагать попроще, ведь госпожа Цевловская не скрывает того, что она не подготовлена к отвлеченным идеям и мышлению. Называть звонкие фразы смерча, которые он высыпал как горох из мешка отвлеченным мышлением, несомненно, было злою иронией ее, но при необыкновенно оживленных разговорах не до того было, чтобы обдумывать каждое слово. «Натурально», — подтвердил медик Прохоров, — «что для нее, то есть для меня, все надо излагать полегче и удобо понятнее. Вот, барышня, берите-ка карандаш и бумагу и записывайте, а мы сообща будем припоминать все, что вам надо читать и какое чтение вы обязаны рекомендовать другим». Кто-нибудь из товарищей, например, Петровский, как человек обязательный, возьмет на себя труд собрать для вас кое-какие книги из указанных вам, а кое-что, может быть, вы и сами достанете. И я начала записывать то, что мне выкрикивали с разных сторон. Современник, Колокол, Полярная звезда, стихотворение Некрасова, Фокт, Льюис, Молешот, Луи Блан, Бокль, Искра, Молотов, Мещанское счастье и многое другое. Советуйте провинциальным барышням сдать в архив не только чтение Польдекоков и Евгения Всю, но и Пушкиных, Лермонтовых и других художественных деятелей. Объясняйте им, что теперь времена переменились, и необходимо изучать прежде всего то, что может научить служению общественным интересам, любви к народу, все то, что помогает уничтожать предрассудки, то есть изучать естественные науки. Довольны ли вы, господа нигилисты, вашу новую кличку, которую вам дал самозванный ваш крестный папаша Тургенев и вашим представителям Евгением Васильевичем Базаровым? При этом в опросе Прохорова все присутствующие сразу заговорили, зашумели, заспорили, а через несколько минут уже вскочили со своих мест и сбились в кучу. Слова и выкрики, раздававшиеся здесь и там, преисполнены были злобы и негодования. Весь роман — сплошная гнусная карикатура на молодое поколение. Это презренный пасквиль. Он, Тургенев, не имеет ни малейшего понятия о молодом поколении. Еще бы сидит за границей, услаждается пением своей виардо и перестал понимать, что делается в России. Эстетики, в конце концов, всегда превращаются в обскурантов, клеветников, гасителей просвещения, гонителей всего честного, порядочного и молодого. Они ненавидят молодое поколение за то, что оно требует не только слов, но и дел. Трудно сочинить большую клевету Базаров, этот представитель молодого поколения обжора, пьяница-картежник, который еще бахвалится своею пошлостью и даже в ней пасует. Он представлен пошлым самцом, который не может оставить в покое ни одной смазливой женщины. Кто из нас опивается шампанским? Кто посещает дома, где идет картеж? Да-да. Кто нам дает шампанское? Сестры, что ли? Мы даже решили, чтобы на наших собраниях никогда не было ни карточной игры, ни спиртных угощений. А дуэль? Кто из нас оскандалит себя ею? Дуэль старый пережиток, и никто еще дуэлью не доказывал своей правоты. Княжна Липа долго силилась перекричать других. Наконец, это ей удалось. В несравненно более гнусном виде, чем мужчина, выставлена современная женщина в этом клеветническом романе. Встречали ли вы, господа, женщину, хотя сколько-нибудь напоминающую тупую, развратную, пьяную от шампанского, Кукшину, которая, чтобы похвастать своей ученостью и прогрессивными взглядами, разбрасывает по столам своей квартиры неразрезанные журналы и окурки папирос. Господин Тургенев желает показать этим, что женщина недостойна свободы, не должна заниматься науками, иначе из нее выйдет карикатура на человека. «Я предлагаю вам, господа, написать протест против романа «Отцы и дети», выразить в нем презрение и негодование к подобным пасквилям, покрыть это злодеяние массою подписей и отправить в Париж господину Тургеневу». «Я совсем не очарован этим романом», — возразил Слепцов. «Нахожу в нем множество промахов и противоречий, неправильно понятых взглядов молодого поколения. Автор выставляет Базарова человеком без веры, но молодое поколение верит в очень многое, прежде всего оно твердо верит в свои идеалы. Тем не менее, я все-таки не разделяю только что высказанного здесь взгляда на Кукшину. В ней автор вовсе не изображает современной женщины. Она и ее приятель Ситников представляют превосходную карикатуру на людей, заимствующих лишь внешность прогрессивных идей, примазывающихся к новому течению, чтобы щегольнуть словами и фразами, и воображающих, что этого достаточно, чтобы прослыть общественными деятелями. Что эта карикатура видна уже из того, что к обеим этим личностям с презрением относятся Аркадий и Базаров. «Не то, не то!» — кричали ему. «Базаров с презрением относится к Кукшиной только потому, что она не понравилась ему своей внешностью. Он может любоваться богатым телом женщины, а других отношений к ней он иметь не желает». «Тургеневу необходимо отправить протест», — требовала молодежь, и тут поднялся невообразимый шум. «Господа, устроим какой-нибудь порядок для обсуждения этого романа. Пусть каждый выскажет свой взгляд не голословно, а мотивируя его», — предложил Ваховский. «Базаров», — доказывал он, — «является истинным представителем молодого поколения. Он обрисован в романе необычайно сильно, можно сказать, мощным характером, с непреклонную волею. Ни перед кем не виляет, ни у кого не заискивает, смело до дерзости говорит в глаза все, что думает, и при том никого не щадит. Отличается необыкновенную жизнедеятельностью, работает неутомимо, двигает науку вперед, не любит загревать жар чужими руками, но при выдающейся силе своего ума и характера Базаров отличается сатанинскую гордостью и о себе самом самого высокого мнения. Хотя он обладает весьма крупным и оригинальным умом, но вследствие своей самонадеянности, этого характерного грешка молодежи, нередко высказывает незрелые мысли». Все остальные лица, выведенные в романе, стоят несравненно ниже Базарова по своей работоспособности, по своему закалу, уму и характеру. Как же можно говорить, что в лице Базарова Тургенев осмеял молодое поколение, когда наоборот, он показал в нем редкие достоинства. В нем сгруппированы наиболее характерные стремления симпатии и антипатии молодого поколения. Он серьезно изучает медицину и естественные науки, ботанизирует, режет лягушек, работает с микроскопом, не признает авторитетов, издевается иногда даже не в попад над проявлениями романтизма. Отрицает искусство и поэзию, находит, что химик в двадцать раз полезнее всякого поэта, что Рафаэль гроша медного не стоит, признает только то, что полезно, чрезвычайно скептически относится к старому поколению. Базаров, можно сказать, фотографически верно списан с молодого поколения. Что же касается шампанского, к которому он питает большую склонность и других его качеств, например, его отношения к женщинам, то в тех кругах, где мы с вами вращаемся, мы действительно не встречаем в молодежи этих слабостей. Но, господа, простите, вы еще так мало знаете жизни и ее соблазны, так мало знаете самих себя. Можете ли вы ручаться, что если бы вас стали усердно угощать шампанским, может быть, оно кому-нибудь из вас, и пришлось бы по вкусу? Базаров не всегда последователен, он с презрением отзывается о женщинах, а затем сам влюбляется. Такой непоследовательностью грешит большинство молодых людей. Господа, перед вами длинная жизнь со всеми ее соблазнами, подвохами и западнями. Неужели каждый из вас может наперед ручаться за то, что он всегда, как теперь, будет стремиться выбирать себе подругу жизни прежде всего для того, чтобы рука об руку с нею работать на общественной ниве? Почем знать? Не падет ли ниц кто-либо из вас перед могуществом женской красоты и очарования? Что же касается дуэли, то, несомненно, что обычай этот отживший и весьма неумный. Но, осуждая Базарова за дуэль, вы не принимаете в расчет разнообразно сложных положений, конфликтов, в которые иногда жизнь ставит человека. Наконец, нужно помнить и то, что роман «Отцы и дети», хотя и вышел в свет только теперь, но, говорят, написан уже года три тому назад. Следовательно, Тургенев работал над ним в то время, когда тип представителя молодого поколения еще не настолько определился, как теперь. «Как не обеляйте», — Базарова возразил Петровский, — «таким, каким он выставлен, он оказывается порядочной дрянью, человеком жестоким, который не умеет ни к кому отнестись сердечным. У него даже достает наглости сказать, что свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад сам себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке. Ну, скажите, пожалуйста, кто из молодежи способен сказать такую пошлость?» «Антипатичность Базаровым, — доказывала Очковская, — проявляется в особенно отталкивающем виде тогда, когда дело касается его отношений к безобидным старикам-родителям, любящим его всем сердцем. Но ведь вы в этой комнате не раз называли сентиментальную пошлостью всякое проявление нежных чувств к родителям. Разве вы не проповедуете постоянно, что нужно порвать со всем прошлым, и прежде всего с папашами и мамашами? При этом вы не исключаете даже таких родителей, которые не мешают своим детям жить и учиться. Будьте же справедливы, сознайтесь, что эту чертой характера вы сильно напоминаете Базарова. Но я тоже нахожу, что в остальном Тургенев все-таки клевещет на молодое поколение. Базаров насмешлив, высокомерно, жестоко, с презрением и изредка разве только снисходительно относится даже к своему другу. Никого не любит, ничего не признает, даже своего народа. Это, конечно, возмутительная клевета на молодое поколение. Большая часть молодежи, с которой мне приходилось сталкиваться — бескорыстные превосходные друзья, сердечные товарищи, готовые отдать всю кровь своего сердца для блага и просвещения народа. Хотя при дальнейшем разборе романа многие соглашались, что отцы являются у Тургенева не в авантаже, обрисованы людьми неразвитыми, дряблыми, безвольными, и даже более умный из них дядя Аркадия выставлен совершенным баричем, который все время тратит на уход за своей великолепной особой. Тем не менее, все-таки присутствующие решили, что Тургенев с большую симпатией относится в этом романе к старому поколению, чем к молодому, и называли его ренегатом, так как он, по их мнению, из прогрессивного лагеря перешел в реакционный. В то время как княжна Липа с некоторыми другими принялась составлять протест Тургеневу, который, кажется, совсем не был ему отправлен, началось обычное веселье.